Платили больше, чем нужно. Единый налог одесским предпринимателям снизили вдвое еще полгода назад. Но с коммерсантов брали всю сумму. Добиться справедливости все же удалось. Как, подробнее расскажет Никита Островский. Предприниматель Зоя в торговле уже 25 лет. На новом рынке продает колбасные изделия. И хотя есть постоянные покупатели, проблем все равно хватает, рассказывает коммерсант. Доставка товара и все это, конечно, выше крыши. Летом нужно охладить помещение, зимой нужно обогреть, поэтому у нас расходов хватает. В феврале на сессии городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы физлица платили в бюджет вдвое меньший налог. Впрочем, Зоя, как и остальные предприниматели, полгода не знала о новых нормах. Предприниматели нашей организации, приходя в налоговую, платя налог, давали нам обратную связь о том, что почему-то с них требуют все равно по старым ставкам. В фискальной службе объяснили это возникновением бюрократических проблем. После первого решения горсовета от 8 февраля была коллизия, не было понятно, с какого времени применять эту ставку. Было принято соответствующее решение, которым было установлено, что ставки единого налога для детских предпринимателей второй группы в размере 10% от минимальной заработной правды действуют с 1 марта 2017 года. А это на 320 гривен меньше, что значительно облегчит жизнь коммерсантов. В мэрии говорят, что теперь налоги платят намного больше. Никита Островский, Виталий Прус, Думская ТВ.